Привет, с вами снова Орех и новый выпуск видеоподкаста на просторах GameLand.ru, который сегодня посвящен Tokyo Game Show. Кстати, спонсор подкаста — новый тариф Gamer. Gamer разработан специально для тех, кто ни на секунду не выключается из игры. В твоем мобильном будет все самое важное и необходимое, чтобы ни на секунду не отвлекаться от любимого процесса. Теперь ты будешь в игре всегда и везде. Пристегните ремни, мы начинаем! Tokyo Game Show бьет рекорды. Lost Odyssey — бессмертная фантазия. Rainy Woods — дикий психотриллер. Paper Man — пули, ножницы, бумага. Devil May Cry 4 — дьявол снова с нами. Soul Calibur 4 — драка за оружие. Три части Kingdom Hearts. DualShock 3 — завибрируем. Блеск шик Halo 3. LittleBigPlanet — этот прикольный мир. Sony и Microsoft померились приставками. Flower, Dress, Africa и Aqua — казуальная красота. Отдохнув от беготни по московскому GameX и манерных анонсов Games Convention, мы с радостью нырнули в мир небоскребов и новых технологий разноцветного Токио. Tokyo Game Show в этот раз прошла на территории выставочного комплекса Makuhari Med. Всего мероприятие посетило около 200 тысяч человек. И если говорить о консольной составляющей, то общий перевес проектов был на стороне Nintendo. Разработки для Wii и DS составили более 25% от общего числа продемонстрированных игр. Next Gen'ы новинками радовали вяло, сосредоточившись на старых героях. Самыми громкими проектами стали новые Kingdom Hearts, Lost Odyssey, Halo 3 и давно обещанный новый джойстик от самой Sony. А теперь об этом и многом другом по порядку. Эпическая сага Lost Odyssey обросла новыми подробностями, став одной из самых ярких игр токийской выставки. Киранобус и Кагучи, отец сериала Final Fantasy и просто гений, выкатил практически готовую версию игры. Представителям прессы показали несколько фрагментов из игры, включая мир темного божества, романтическую сцену на фоне заката и эпическую битву с участием двух бессмертных героев. Для тех, кто подзабыл, хочу напомнить, что Lost Odyssey создается эксклюзивно для Xbox 360. Сочетание компьютерной графики и движковых сцен с выверенным до мелочей дизайном заставляют поверить в мощь таланта Сакагучи. Англоязычная версия игры выйдет весной следующего года на четырех DVD-носителях и будет содержать порядка 50 часов игрового процесса. Сюрпризом Tokyo Game Show можно отнести новый проект Rainy Woods от студии XS. Сюрвайвл-хоррор в своем лучшем проявлении вобрал в себя все самое вкусное от киногуру Дэвида Линча. Не забыли авторы и такие игровые хиты, как Silent Hill, Resident Evil и Farengate. Карлик, поющие красотки и распятые женщины на фоне непрекращающегося ливня обещают неплохую основу для мрачного повествования. Графика немного подкачала, но это объясняется длительным циклом разработки. Rainy Woods должна появиться в следующем году в версиях для Xbox 360 и PlayStation 3. Бумажные заводы, бункеры, герои, враги и даже автоматы. Нет, я не сошел с ума, а просто попал под влияние Пепперман. Интерактивный мир, созданный из виртуального картона, может претендовать на некую оригинальность. Мы видели двухмерных персонажей в Killer 7 и 13 от Ubisoft, но это вряд ли были творения из обычной бумаги. В Пеппермен картонные герои вполне довольны тем, что их толщина не превышает пару миллиметров, а окружающий мир похож на детскую раскраску. Создатели необычной вселенной из студии Psychon Games более известны по онлайн-вселенной Ragnarok Online, что внушает некоторую надежду на качество продукта. Пеппермен заявлен версией для PC на весну 2008 года. Поклонники четвертой части Devil May Cry должны оценить щедрой студии Capcom, которая подарила целых три видео. Четвертое пришествие Данты и его прекрасных подруг изначально планировалось на осень этого года, но постоянное расширение доступных форматов привело к переносу игры. Сейчас приключения Неро запланированы в версиях для PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Стоит отметить, что в компанию к Данты и Неро прибавились старые знакомые Триш и слегка помодневшая Лейди, которую вы можете наблюдать в этом видео. В четвертой части достигла и другая вселенная от Намко Бандай. Японский гигант продемонстрировал на выставке несколько уровней из своего файтинга Soul Calibur 4. Игра готовится сразу для двух платформ, PlayStation 3 и Xbox 360. Четвертая часть игры обещает поддержку многопользовательских вертусов и турнирную систему с вполне материальными призами. Из нововведений стоит отметить увеличение груди Айви и возможность выиграть бой при помощи всего одного комбо. Дата выхода пока хитро спряталась где-то в следующем году. 10 Square Enix подарил сразу три новых игры из мира Kingdom Hearts. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз больше всех повезло владельцам портативных устройств. PSP получила Kingdom Hearts Birth By Sleep. Данный проект оказался приколом к оригиналу. Предыстория начинается задолго до появления Стора. Стоит отметить, что один из главных героев неуловимо напоминает Зака из Final Fantasy VII, а второй сильно похож на Рохаса. Портативная консоль от Nintendo станет носителем Kingdom Hearts 358,5 дней. В отличие от остальных игр, в этой версии игрокам предстоит играть за антагонистов, известных как Организация 13 и Рохаса. В проекте будет присутствовать как многопользовательский режим до 4-х человек, так и одиночное прохождение. Kingdom Hearts для DS выполнено в классическом стиле сериала. И, наконец, Kingdom Hearts Coded для мобильных телефонов. Сюжет игры перемещает нас во временной отрезок между первой и второй частью игры. Coded построена на воспоминаниях Соры. Игра использует микс трехмерной и двумерной графики, стараясь подарить пользователю наиболее качественную картинку. Компания Sony после длительных месяцев отрицаний и странных отмазок представила новый контроллер для PlayStation 3. Замена Sixaxis призвана стать очередная реинкарнация DualShock. Третья версия джойстика во многом похожа на предыдущую, смешанную с Sixaxis. Функция вибрации вернулась, а налоговые джойстики на месте, как и отсутствие любых проводов. Джойстик стал немного тяжелее, а функции вибрации почти точь-в-точь перекочевали из второй редакции манипулятора. DualShock 3 Wireless Controller появится на территории Японии в ноябре этого года, а жителям Европы и США придется подождать вплоть до весны 2008-го. Многолюдные очереди, перегруженные сервера, стали вестниками третьего пришествия Halo. Благодаря многомиллионным вложениям, Halo 3 стал главным проектом этой осени и культурным феноменом на территории США. Очереди за Halo 3 сравнимы с выходом части «Звездных войн». Те же безумные фанаты, палатки на улицах и игровые сессии у перевернутого мусорного бака или импровизированного костра. Три года назад Halo 2 собрала в первый день 125 миллионов долларов. Halo 3 установила новую планку — 151 миллион долларов за 24 часа продаж. В первые часы после старта на сервера Xbox Live зашло более миллиона пользователей, желавших поиграть в Halo 3, и их число только увеличивается. Анонсированная на GDC 2007 игра Little Big Planet вновь покорила публику, на этот раз японскую. Необычный проект для PlayStation Network предлагает совершить путешествие на одну из двух планет — голубую или зеленую. Для безопасного путешествия понадобится помощь двух или трех друзей, что относит проект Media Molecule к многопользовательским разработкам. Вторым отличительным знаком Little Big Planet является ее мир, подчиняемый законам физики. Например, чтобы забраться на возвышенность, необходимо раскачаться на веревке или найти миниатюрную ракету. Очень часто задачи будут просто не под силу одному персонажу, и тут на помощь и придут лучшие друзья. Дата выхода проекта теперь намечена на первый квартал будущего года. В рамках токийской пресс-конференции компания Sony объявила об успехах в числах и фактах. По словам президента Sony Computer Entertainment, Казахараи продажи PlayStation 2 превысили в сентябре этого года планку в 120 миллионов приставок. Карманная консоль PSP достигла 26-ти миллионной отметки, и эта цифра неуклонно растет. Что касается детища нового поколения от Sony, PlayStation 3 компания стремится продать 11 миллионов коробок до конца года, сейчас довольствуясь только 6-ю миллионами проданных копий. А вот Microsoft удалось раскидать 11,6 миллионов Xbox 360. Успехи Nintendo запредельны. 11 миллионов Wii и более 50 миллионов Nintendo DS. Попробуйте, догоните! В завершении сегодняшнего выпуска мне бы хотелось вам поведать о четырех самых необычных играх, представленных на Tokyo Game Show 2007. Первой ласточкой из серии сервисов виртуальной вселенной PlayStation Home стала Dress. Это интерактивное дополнение создает целый мир фэшн-индустрии в онлайновом пространстве Sony. Dress Home позволит создавать собственные наряды персонажей и прически. Проект будет представлен отдельным городом Dress Town, наполненным брендовыми именами, бутиками, показами мод и приятной лаунж-музыкой. Говорят, Sony уже подписала договор с Gucci и Dolce & Gabbana. Другой проект для PlayStation 3 — это нечто под кодовым именем Aqua от студии ArtDing. Игра предлагает нам погрузиться в подводную глубь, наблюдая обитателей волшебного мира. Скаты, мурены, диковинные растения, разноцветные кораллы и тысячи шпрот будут жить своей виртуальной жизнью на глазах у изумленного путешественника. Единственное, что непонятно — как в это все можно играть? Может, об этом нам расскажет дельфин Эко? Еще одна игра-загадка Flower, на этот раз от студии Z-Game Company, завоевавшей популярность проектами Flow и Cloud. Без сомнений, эта игра подарит нам не одну маковую поляну и тысячи мелких насекомых, живущих в этом чудаковатом мире. Как и в случае с Aqua, вопросов больше, чем ответов. И, наконец, уже знакомая вам Африка от японской студии Rino Studios радует нас сложной биологической системой Черного континента. Суслики, газели, овцебыки, зебры, жирафы и грозные львы падут под объективом вашего фотоаппарата. Игроку позволено управлять группой людей, путешествующих по Африке и исследующих ее дикую природу. Охотиться на животных можно с помощью фоторужья, а убегать от хищников на четырех колесах джипа. Зеленые будут довольны. На этой теплой африканской ноте я вынужден с вами попрощаться. Напомню только, что спонсор подкаста — новый тариф Gamer. Gamer разработан специально для тех, кто ни на секунду не выключается из игры. В твоем мобильном будет все необходимое, чтобы ни на секунду не отвлекаться от любимого процесса. Теперь ты будешь в игре всегда и везде. До встречи через неделю. Удачи! Казуальная гопота. Хиронобус и Кагучи, отец сериала Final Fantasy и просто гей? Мер. Мер. Нет, я не сошел с ума. Я просто попал под влияние Пейпермен. Перегруженные сервера стали верстниками третьего пришествия Хало. Кто там, а? Это ли не чудо? Аллилуйя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...